Автономные машины Эта система позволяет нам, можно сказать так, вот прямо по косточкам разложить каждое двигательное действие, определить характеристики пространственные, временные, пространственно-временные и с учетом этого уже строить тренировочные программы таким образом, чтобы движения были более рациональные, более эффективные, более оптимальные. С того времени запечатлеть себя и свои спортивные данные на компьютере решились уже и представители грибного спорта, и боксеры, и гонболисты. Впрочем, подобные технологии не только применяются к спортсменам, но и сами становятся предметом соревновательных дисциплин. Так, региональный этап четвертых международных соревнований по робототехнике совсем недавно прошел в Морском государственном университете. Ребятам выделили отдельный бассейн, дали механизмы и провели обязательный инструктаж, ведь многие роботостроители еще школьники. Да, они разделяются именно по возрастным категориям и по сложности выполнения задач. Поэтому у каждой группы своя возрастная категория и своя область и специфика выполнения миссий. Соревнования прошли в трех классах – Эксплорер, Рейнджер и Навигатор. Первые два именно телеуправляемые, то есть оператор в реальном времени должен рулить машиной, тогда как навигаторы заранее программируются, но и у них есть свои специфические миссии. Несмотря на то, что для данного класса пока не предусмотрен международный финал, а категория рекомендуется для участия школьников пятых-восьмых классов, здесь старит строгая дисциплина и распределение обязанностей. У нас в команде два программиста и я инженер. Вот этот робот, его собирал лично я. Они мне помогали, конечно, но где-то процентов 80 в сборке робота этим занимался я. Впрочем, чуть раньше, еще в начале текущего года, подрастающее поколение приморской столицы уже успело доказать свою профпригодность в сфере высоких технологий. Тогда ребята участвовали во Всемирной Олимпиаде роботов в Коста-Рике и привезли из Латинской Америки две золотые и одну серебряную медали. К слову, такой урожай наград не сумела собрать ни одна другая страна-участница. Данный робот должен выполнить задание счетчика, посчитать цилиндры и проехать по линиям. Также у нас есть категория боулинг и сквошь. У них свои задания. В основном это работа с ничем. На самом деле, нет ничего сложного, просто простые алгоритмы. Изобретательство – это дар для взрослых, а для детей и подростков – развлечение. К тому же полезное – позволяет получить базовые технические навыки, чтобы в будущем стать хорошим инженером. Последнего, кстати, уже смогли добиться участники сборной ДВФУ и Дальневосточного отделения Академии наук. Они регулярно проводят тренировки вместе со своими автономными подводными аппаратами. Но даже в учении все серьезно. Выполняя миссию, аппарат по имени Джуниор без связи с человеком должен был проплыть и 150 метров и выполнить несколько заданий. До этого проводили соревнования в Америке. Мы в целом участвуем как раз в двух соревнованиях в год. Одни весной в Сингапуре, другие летом в Сан-Диего, в США. Для работы чудес техники обязательным условием является источник энергии. Батареи для подобных устройств – вещь весьма специфическая, тяжелая и громоздкая. Технари уже задумались, не изобрести ли вечный двигатель. А пока они – проблема для таможенников. Дело в том, что когда мы преодолеваем границу, аппарат едет в чемоданах. Но батареи нельзя везти в чемоданах. Мы их везем в ручной кладе. Дело в том, что наши батареи выглядят как огромные металлические цилиндры. И открывать их нельзя. И у всех таможенников есть определенные вопросы, что это. И мы выглядим как террористы какие-то. Впрочем, какими бы причудливыми и сложными не были новые разработки приморских гениев, именно за ними будущее. Вместе с прикладной наукой и вузами они без сомнения прославят Приморье. Евгений Черемухин. Новости на восьмом.